Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и продолжаем играть в игру, которая называется Battle Chasers. Ну что ж, давайте вначале мы здесь с вами все пробегаем по этой карте, я хочу кое-что посмотреть, а потом продолжим проходить подземелье. Нам как раз там остался последний босс, так что ничего страшного в этом не будет. А карту все-таки надо разведать и немножко пособирать тут ресурсы. Вот видите, что тут у нас? Руда, кристалл, кремень. Ну что ж, довольно неплохо. Я вот думаю, может быть даже сбегать в таверну, может быть что-то можно продать или купить. Надо короче смотреть. У нас здесь тупик получается, да? Вот он. Вот она деревенька у нас. Я не пойму только где мы в данный момент находимся, мы на карте на это не отображаемся. Почему-то. Кстати, это очень плохо. Так, забираем. И давайте, наверное, вот этого вот чувачка заколбасим. Заберем сундук заодно. Кто здесь у нас? Ага, мотиватор и летучая мышь. Ну, в принципе, я думаю, ничего тут страшного нету. Давайте-ка проучим их всех. Ну, куда ты, куда ты лезешь, а? Мотиватор, кто тебя просил? Проворность повышает летучая мышь себе, но Галли добивает ее. Так, Калибретто. Ну что ж, давай удар под дых. Ну, в принципе, я думаю, что Гаррисон сейчас добьет. Нет, смотрите-ка, не вышло. У нас что-то как-то с хпшками очень туго. Надо будет Калибретто сделать этот скилл, который пополняет жизни нам. Все, мы их завалили. Оу, тут еще волна. Это для меня нежданчик. Ну да ладно, слезняк и летучая мышь. Справимся также без проблем. Давай накажем. Хе. Кто? Галли. Давай-ка, наверное, мы... Хотя можно осколками. Да, так будет выгоднее. Сразу убьем летучую мышь. Ну и немножко получат повреждения у нас. Слизняк. На-ка. Ну, а ты, конечно же, удар под дых. Калибретто тут, как ни крути, он нам нужен. Потому что... Тот скилл, что он вешает на врага, это, как говорится, уменьшение защиты получается. Ладно, берем сундук. Куртка дозорного, да, нам досталась? Давайте-ка посмотрим, что это за куртка. Ну, вы знаете, она не намного лучше, чем на мне стоит. Так что менять, скорее всего, мы не будем. Так, а это что у нас? Раскрыть свой потенциал. Давайте, конечно, применим. Одно очко таланта выбранному герою. Ну что, давайте вот так сделаем. Будет у Галли еще одно очко таланта. Так, подожди, я уже забыл, где у нас там делается-то все. Ага, вот здесь. Галли. Таланты. Всего одно. Ну, и теперь встает вопрос, что же нам все-таки выбрать. Хочется все, но мы ограничены. Усиленные костяшки. Это бред какой-то. На 3.75 атака. Атака. 23% проворности на одно действие в начале боя. То бишь на один ход. Тоже не вижу смысла. Вот так вот, может быть, оставить. Гаррисом. Тоже 6 очков таланта. Ну, давайте, наверное, вот сделаем. Он у нас боец, поэтому, естественно, ему все на силу атаки. Ну-ка, калибрит-то ты наш. Природа, артиллерия. Но артиллерия, я так понимаю, это на боевые способности. Природа, это уже на хилищи. Так же, как вот у Галли и у Гаррисона. Скиталец и мастер меча. Ну, я думаю, менять мы ничего не будем. Нас пока так все устраивает. Способности пока мало. Боевые способности. Сами видите. Ладно, с этим, в общем, мы разобрались. Давайте пойдем дальше. Хотелось бы мне сейчас облазить все подземелья, которые здесь есть. Черт подери, я думал пробегу. Не получилось. Ху, родные мои, смотрите-ка, прибыли. Ну что же, давайте разбирать помаленьку. Разьячий кулак. Получил он свое. Так, или Брэд-то, я даже не знаю. Ну, давай так сделаем. Пускай он стреляет. Гаррисон сделает вот так. Ну. Оу. Шикарно. И остался у нас тут танчик. Да что ты, что ты, что ты делаешь, а? Расстрелялся. Ребят, надо подхил делать. По-моему. Судя по тому, сколько у Гаррисона осталось хп, долго он не протянет. Давай. Быстрым ударом. Ну что, хребрэтор, добивай. Да, отлично. Когда там уровень-то мы получим новый, а? Забираем это все. Изучить странную машину. Блин, плохо, что устройство не работает. Ну и как видите, тут у нас Колизей, да? Толкас-Арена. Блин, где же я нахожусь сейчас? А, вот, я и понял. Толкас-Арена как раз была обозначена на карте. Нам нужно идти правее. Это получается все бежать, что ли, надо? Другого пути здесь не будет. Так, вот где-то вот здесь я в данный момент нахожусь. Надо идти наверх, да. Как ни крути. Так, там у нас паучки справа стоят. Сейчас быстренько мы их накажем и пойдем с вами далее. Ну, давай-то спускайся уже. Ну, кранты вам. Это уж точно. Им кранты. Ничего себе ты бомбишь. А, ну правильно, ребята, они третьего уровня. Куда им с нами тягаться-то? А мы шестого. С легкостью одержали победу. Отлично. Ну, сюда мы зайдем, наверное, немножечко попозже. Так что поехали далее. Ага, а вот у нас и наш городок. Давайте-ка зайдем в таверну сразу. Рад снова вас всех видеть. У меня для вас есть предложение. В канализации под городом развилась тьма пауков. В этом городе есть канализация? А то одно из главных преимуществ. А с чего вы решили, что там пауки? Туда много кто спускался, а кто-то возвращается весь в паутине, а кто-то вообще не возвращается. Если бы вы там навели порядок, я был бы крайне благодарен. Посмотрим, найдется ли у нас на это время. Приходите ко мне, когда будете готовы туда отправиться. Чего мы изволим? Ну, давай, наверное, для начала мы... Слушайте, отдохнем за 36 золотых. Почему бы и нет? Галли. Она спит. Тише, а то разбудишь. Хорошо. Ладно, пусть еще часок поспит. Как расцветет, начнем тренировку. А потом выступим. Ты слишком суров к ней. Что, прости? Она еще ребенок, а не солдат. Ей нужен отдых. Сколько ты знаешь детей, способных пережить попадание из пушки? Я знаю, ты думаешь, что ее берегут перчатки. Возможно, так и будет, когда она научится ими пользоваться. Но до того момента она и мы все вместе с ней в опасности. Я чувствую в твоем тоне нотки враждебности. Ты сам видел, ей приходилось нелегко еще до того, как мы попали сюда. Хочешь ее защитить? Это невозможно. Ни для тебя, ни для меня. Лучшее, что я могу сделать, это научить ее всему, что знаю сам. Что знал Арамус. Я понимаю, тренировки это важно, но... Час. Отлично. Поговорили. Ну что же, выспались мы? Да нет. Давай-ка мы посмотрим, что у тебя есть. У нас 870 золотых. Так. Увеличивают силу атаки. Тут у нас... Силу атаки на... 10 на несколько боев. Увеличивают защиту на 24 на несколько боев. Тут у нас все для рыбалки. Нам это не нужно. Хилая удочка, маленький червяк. Ну что я могу сказать? Ничего особенного такого у него нет хорошего. Давайте мы, наверное, с вами пойдем в канализацию сходим. И посмотрим, что там за пауки. Канализация рискового. Исследуемая зона. Ну давайте тогда будем ее исследовать. Ну где же тут наши родные паучки? Что-то пока не видно никого. Спуститься по лестнице можно. Но мы сейчас глянем вот с этой стороны. Что тут у нас? Кто-то здесь что-то изучал. Но, похоже, в спешке покинул это место. Ну и мы тогда его покидаем. Раз вы ничего не хотите нам дать. Ящики пустые. Просто здесь для красоты стоят. Ладно, нам придется все равно спускаться по лестнице. Видимо, там начнется самая заваруха. Да-да-да, кстати. Я вижу внизу там уже паучки. О, как они лихо-то на меня напали. Я думаю, что зря они это сделали. Хотя уровень, ребята, у них шестой. Шестой уровень. То есть мы с ними на равных. И если на поверхности там щеглы третьего уровня, то здесь уже немножко по-другому все обстоит дело. Давайте, наверное, будем наказывать помаленьку. Наносит 31 урона и соседнему врагу. Так. Давай-ка мы, наверное, сделаем. Нам нужно массовый. Давайте натиском шибанем. Вот так вот. Отлично. Бомби. О, что-то как-то кисло-кисло ты ударил. И, тем не менее, не добили. Так, давай без отравления. Только не травить. Ну, как-нибудь это переживем. Разящий кулак добиваем этого паучка. Пещерного. Вот как это делается. Под дых. Ну, и Гаррисон сделает уже свое дело. Быстрым ударом закончим этот бой. Отлично. Нужно было лучше следить за защитой. Он еще и прикалывается. Ну, нет. Не дают нам уровень еще пока. Чуть-чуть там не хватает. Да ничего страшного. Думаю, что пройдя эту канализацию, мы все-таки получим левел. Так, что это такое у нас? Светящаяся паутина. И чего она дает? Абсолютно ничего. А это? Вы видите сложную систему труб, снабжающих город водой. Вы, впрочем, ничего не понимаете в сантехнике и решаете не трогать то, что и так работает. Ну, так если она работает? Зачем тогда показывать нам это? Непонятно немножко. Тут нам нужно убить всех пауков. Это наша цель. Про сантехнику и трупы нам ничего не говорили. По крайней мере, мне. В задании. О, скелетик. Перед вами человеческий скелет. Вы не видите ни сломанных костей, ни других признаков травм. Возможно, он или она умер от голода или болезней. Так, а вот это что у нас такое? Кто-то разбил здесь импровизированный лагерь. Остается загадкой. Кому была охота ночевать в таком месте? Через ближайшую решетку канализации вы слышите звуки таверны. Ну, я так понимаю, что вот этот скелетик бывший владелец вот этого домика. Хибары. Так, что нам здесь достанется? Ключ от ворот насосной. Угу, даже вот так. Ну, давайте попробуем. Видимо, это не ворота. Это насосная станция. Значит, где-то здесь должны быть и воротины. Давайте посмотрим. Найдем, наверное, их. Ящики просто так здесь для красоты. Паутина светится. Слушайте, может быть, я тем самым призываю пауков, наступая на эту паутину. Фиг его знает. Ну, да неважно. Что еще? Да вот, смотрите, паучок к нам прибыл. Очередная жертва. Сейчас мы его будем наказывать. Давай-ка удар под дых. Слушайте, ну я думаю... А, нет. Скорее всего, Гаррису не хватит. Ну, попробуем. Да, совсем маленько. Не хватает его добить. Что ты делаешь? Ага, 36 ОЗ. Отнимает он у Галли. Ну, и добивает она его. Все, отлично. Десять зарядов она получает за удар. Что довольно неплохо. Так, подождите. Не это нажало я тут. О, оу. Смотрите-ка. Сколько их здесь. Надо потих... О, точно, ребят. Вы увидели сейчас только что. Я наступил на эту паутину. И они все как по зову на меня накинулись. Ладно, давайте сделаем осколками. Калибрета. Давай, наверное, мы сделаем с тобой обстрел. Ну, и Гаррисон вот так вот. Я думаю, что этой комбинации вполне хватит, чтобы их всех здесь забамбить. Хотя, навряд ли не получится. Чуть-чуть, опять же, буквально не хватило нам. Ладно, давай, Галли, добивай его. Слишком он тут раздухарился. Реванш? Да какой им реванш? Вон они уже валяются. Дохлики наши. Зря, конечно, я пропустил конечный результат. Надо было посмотреть, получили ли мы уровень. Ну, это можно сделать немножко по-другому. Сейчас выйдем с вами сюда. Да, ребята. Калибрета, Галли и Гаррисон у меня седьмого уровня. Так что, мы, наверное, должны что-то были получить новенькое. Может быть, какие-то удары. Или какие-нибудь новые возможности. Ну, по крайней мере, судя... Так, давайте. Ну, ничего нету абсолютно. Три очка таланта, вот. Можно их куда-то потратить. Увеличит вероятность критического урона на 1%. Это усиленные костяшки. Так, 4 урона дополнительной цели. Ну, не то все, абсолютно не то. Выносливость на 4,6% повышается. Не знаю, как вот здесь вот можно вот это рассчитать все. Что для тебя важнее, что не важнее. Это вот Мститель, это, я понимаю, все на атаку идет. Защитник, соответственно, на защиту. И причем здесь нужно 100 очков набить, чтобы, видимо, что-то получить. Так, давай-ка. 2 очка. Сильный дебют. Угу. Так, боевые способности. 19 магического урона всем врагам наносит. Закрытый удар. 31 урона и снижает урон получаемой Галли на 10% на 3 хода. И силы земли. Наносит 35 низ урона и накладывает на цель ауру земли на 3 хода. Союзники, которые будут атаковать, восстанавливают себе 29 ОЗ. Слушайте, довольно неплохо. Но сейчас у нас немножко другая цель. Мы отвлеклись от основного своего задания. Будем продолжать. Так, сила земли, да? Вот. Ну, давайте-ка мы посмотрим, как она работает. Если, конечно, Калибрет успеет это сделать. Потому что пещерный паук уже практически наладом дышит. Да, не успеваем. Слишком, видимо, мощный удар. Такова цена ошибки. Кричит Галли. И мы продолжаем с вами путешествие по канализации. Так, погодите. Это что такое? Что оно открыло? Или призвало нам? Эй, вы где все? Выходите. Воу, накликал, елки-палки. Черт, они перекрыли путь. И здесь какой-то уж больно здоровый паучок был. Вау. Огромный пещерный паук. Шестого уровня. Давайте начнем, наверное, с обстрела. Галли, что у тебя есть? Есть осколки. Закрытый удар. Тридцать одну единицу урона и снижает урон для Галли на 10%. Ну, давайте попробуем. И здесь мы, наверное, сделаем с вами. Так, двадцать одну магического урона всем врагам. Восстанавливает 3-4 ОЗ. За каждого врага. Но для этого он должен истекать кровью. Давайте попробуем так сделать. То есть, в данный момент, когда он истекает кровью, да, мы можем уже применить тот скилл. Черт, подери. Ну. Ой-ой-ой-ой. Хорошо, но мало. Не добили. Так, ну, а теперь давайте попробуем. Вытягивание жизни. Да черт подери, у нас все полностью хп. Ага, вот оно как действует. Слушайте, да, действуют на двоих. Но я считаю, что это маленький урон. 17-19 дамага. Это как-то несерьезно для таких вот паучков. Они даже не почувствовали этого. Ну что же, целительная волна. И будем применять ее на Калибретто. Хотя, может быть, он даже не успеет им воспользоваться. Потому что моя Галля сейчас, скорее всего, добьет этого паучка. Ну-ка. Да, так и будет. А, нет, смотрите-ка. Успел, успел подхилиться. Ну что же, молодец. Ну, добивай Галли. Отлично, все прошло у нас. Реванш никакого не будет, потому что они все. Того. Ушли в мир другой. Добыча какая-то слабенькая. Все нам суют какие-то травушки-муравушки. Что это у нас тут? Труп лежит. Просто так. Да е-оу. Тихо. Ржавые, но еще крепкие ворота. Э-э-э. Не успел, ребята. Не успел. Ядренок и вошь. Смотрите, их уже трое здесь. Три огромных пещерных паука. Тут уже надо массухой бить, ребят. Давайте-ка начнем с осколков. Так, Гаррисон, давай-ка мы с тобой, наверное, волну ярости сделаем. Ну, а калибрит. Ну, а калибрит-то сила земли. Я хочу этот скилл проверить, как он работает. Их здесь много, они жирные. Так что, я думаю, это подходящий момент. Испробуйте его. Давайте вот сюда, наверное, с вами установим. Так, отлично. Первый, как говорится, пошел. Паутина плюс оглушение. Да ладно. Ох ты. Ай-яй-яй, ребятушки. Я боюсь, сейчас у меня Гаррисон-то копыта откинет. Слишком мало очень у него хп осталось. Что я могу сделать? Защитить. Как так? Ну, а как? 51 урон. Ладно, посмотрим. Так, калибрит-то, давай-ка мы сделаем с тобой. Целительную волну. Ай, не успели. Только не говорите, что сейчас вы нас тут расколбасите, а? Слушайте, я боюсь, что так, наверное, и будет. Ладно. Давай, наверное, сейчас мы с тобой... Мало земля воскрешения. У нас их пять штук. И средняя одна. Давайте с малого начнем. Ну, я боюсь, они его сейчас быстренько опять заколбасят. 59 хп всего. Это ничтожно мало. Ах ты, смотри, что делает он. Да ладно бы. Ну что, издеваетесь, что ли? Специально все это сделано. Все против меня. Гаррисон нет. Ну вот именно, что придется опять его воскрешать. Если бы Калибрэто успел бы его подхилить, было бы очень шикарно. Так, у нас есть такая возможность. Давайте-ка мы с вами, наверное... Так, целительная волна успеет, нет? Так, отлично. Есть. Ну что же. Все, ребята. Теперь надо только выжить и как-то их по-быстренькому разобрать. Ты смотри, два раза паутина, и они попадают. На второй удар у тебя получается стан. Так, волна ярости. Будем делать массовыми ударами. Как говорится, воевать здесь. Ты смотри, что делают, а? Как быстро они разбирают. Моих персонажей. Так, целительная волна. Вот, это уже другой разговор. Все, как говорится, на уровне. Так, Галя, ты тоже у меня там не падай, смотри. Отличненько. Вот теперь у них проблемы. Да нет, проблемы пока у нас. Да, чтоб тебя разорвало, а? Теперь нам придется Галю воскрешать. Слушайте, интересно, здесь босс будет или это типа босс? Босса в этом, в колонизации. Что, давайте опять-то до целительную волну. Так, калибрет у нас пока самый живучий. И по хпшкам у него тоже пока все нормально. Давай-ка мы, наверное, с тобой закрытый удар. На кого применим? На центрального? Нет, давайте вот так вот осколками бомбанем. Так, и волной ярости. Ну, черт подери, я думал добьем. Все-таки не получилось у нас, а? Паучки тут раздухарились. Получите, как говорится, и распишитесь. Ну что же, осталось двое их. Так, осколки. Ну, можно было бы... Оу, не хватает, не хватает у меня очков. Ну и ничего не остается, как удар под дых. Что же, неплохо. В принципе, сейчас мы добиваем еще одного. Ну, а с этим, думаю, никаких проблем у нас не возникнет. Давайте быстрый удар. Кто у нас сейчас? Галя идет. Давайте разящий кулак. Это, в принципе, добивающий будет у нас. Отлично. Что скажете? Пожалуйста, не вставайте. Они уже не встанут, калибреты, так что можешь не бздеть. Ну что же, давайте, наверное, с вами вот так вот сделаем. Как говорится, небольшой подхил. У нас еще пять разиков можно подхилиться. И здесь у нас лежит сундук. С чем, интересно? Так, руда. Костяные осколки. Оу, каменная броня. Кольцо. И тут у нас этот механизм отвечает за очистку питьевой воды для города. В настоящий момент он выключен. Вода в колуце стала пригодной для питья. То есть, получается, что мы сделали задание. Получается так. Ох ты. Довольно неплохая бронька. И как раз она для калибрета у нас подходит. Что-нибудь еще тут есть такое годненькое? Так, ну это камень инспектора. Это артефакты. Это все у нас пойдет на продажу алхимику. Или какого-то. Ну, любитель, короче, артефактов. Нету. Получается, что больше ничего такого хорошего не досталось нам. Кольцо. Вот если только из прибрежной стали. Галли. Давайте вот так вот сделаем. Гаррисон просто у нас как бы боец. И я думаю, что его надо как можно круче прокачивать. Разжечь огонь при остановке. Это кремень. Что у нас еще будут какие-то, так скажем, кемпинги, где мы можем разжечь костерок, отдохнуть, восстановить силы. Ну, я, в принципе, не против. Острые цепочки. Это все у нас одето. Зелье силы, малое зелье маны. Всего у нас по три штуки. Надо как-то будет затариться этим всем барахлом. Или же сделать самому себе. Ну, для этого нужен нам верстак. Так, лодочки, давайте отсюда выбираться. Да что такое? Что там? Не понял. Эй. Почему я... Ага, все, отлично. Я уже думал, там застрял где-то в текстурах. Ну, а здесь у нас тупик. Да, ребят, получается, что мы сделали с вами полностью зачистку этой канализухи. Три паука это было действительно типа босса. Так что идем на выход. Отчитываться по полной программе. Ох, е-мое. Смотрите-ка, там еще один сундук впереди. Но здесь что-то довольно много паучков, хотя они и маленькие. Маленькие же. Ну да, обычные пещерные паучки. Думаю, с ними разберемся тоже так же быстро. Без проблем. Кровотечение. Довольно неплохая штука. Жалко, конечно, что очень мало отнимает. Так, давайте осколки. Ну, а ты у нас... А, я забываю, что у нас нету с вами манны. Поэтому приходится не делать так. Давай. ОЗ за урон. Вытягивание жизни. 36 потратили, 5 восстановили. Ну, хоть маленькая, но компенсация есть. Это хорошо. Так. Ну, давайте попробуем тогда осколками бомбанем сейчас. Так, калибрэйта, давай-ка, наверное... Да, все, остается только удар под дых. Манна у нас полностью кончилась. Сейчас один кто-то из паучков сляжет. А, нет. Не в ту сторону, конечно. Отбило. Давай. Вытягивание жизни. Хотя нет. Давай-ка быстрым ударом добьем. Беги. Отличная работа, Гаррисон. Говорит нам калибрэйта. И добивает паучка. Хе-хе. Меня недооценивают. Это плохо кончается. Да, ребята, вас тут всех недооценивают. Поэтому они и терпят поражение. Хотя эти паучки гигантские нам все-таки дали небольшую трепку. Не ожидал я, что так все это выйдет. Ничего иного я и не ожидал. В принципе, как и я. Ладно. Продолжаем. Предположу, что пауков больше не осталось. Работенка не из приятных. Но Доган будет рад. Может, мы уже пойдем отсюда? Ты куда торопишься, здоровяк? А как же насладиться пейзажем? Разберитесь с пауками в канализации под Рисковым. Да, ребята, сделали мы задание. Вернитесь в таверну Рискового. Оскверненный Клиноколом. Меч у нас новый, ребята. Я хочу его глянуть. Ну что ж, довольно неплохо. Смотрите, урон повышает нам и выносливость. Давайте, конечно же, будем его использовать. Отлично. Ну, а теперь, я думаю, что вполне можно и выходить отсюда. Если мы сделали здесь зачистку, сейчас отчитаемся. Я надеюсь, нам что-нибудь Доган даст за выполнение задания. Хоть какой-нибудь хлебушек там. Может, накормить бесплатно. Посмотрим. Покинуть эту зону? Ну, конечно же, покинуть. Магическая защита снижает наносимый магический урон. Понятно. Ну, вы вернулись. Что вы там нашли? Как вы и говорили, тьму пауков. Мы там все зачистили. Больше проблем быть не должно. Прекрасные новости. Прекрасные. Выпейте за мой счет. Вот, прошу. Трипель. Чертов хребет. Бабушкин пирог из летучей мыши. Хе-хе. Так. Продать. Кстати, на продажу у нас здесь очень много чего есть. Хлама ненужного. Начнем. Так. Вентилируемая пушка. В принципе, тоже ее можно продать. Так. Нож для бумаг. Циклон. Ну, давайте ее немножко придержим. А вот перчатки, я думаю, надо продавать. И вот, вот эту, наверное, да, потертую пушку. Старая броня. Да, тут, в принципе, весь хлам можно продавать абсолютно. Куртка дозорного тоже. Да, тоже продадим ее. Она хоть и синяя, но 11 золотых стоит. То есть, копейки. Тут тоже очень много колец. Самое дорогое 20, как вы видите. Самое дешевое было 5. Ладно. Давайте тогда, наверное... Полпинты или целые? Прощай, давай. Все, некогда нам с тобой рассусоливаться. Вот кузница бороды. Хотя он нам не нужен. А ну-ка, давайте-ка вот сюда глянем. Да. Больше добычи, меньше болтовни. И когда вы будете готовы, я покажу вам, где вас ждет достойная битва. Обязательно. Что мне нужно сделать для того, чтобы она мне дала задание на достойную битву? Непонятно, маленько. Коллиционер. Да-да, мощь, именно. И у нас только лишь один артефакт, который мы можем продать за две тень монеты. Ну да. А почему бы и нет? Он нам не пригодится. А вдруг пригодится? Посмотрим-ка, товары у него. Так, перегруженные орудия. Козырный клинок. Тяжкий, а ножа. Лады. Ну что же, лады, так лады. И здесь у нас, ага, алхимик. Ну что ж, улучшить. Заплатить 750 золота. Ну и ну, сдается мне, вы в последнее время побывали в захватывающих местах. При наличии некоторых инвестиций, я мог бы раздобыть товары получше. Интересно. В принципе, меня это интересует. Да, великолепно. Вы не пожалеете об этом решении. Возвращайтесь спустя некоторое время, чтобы ознакомиться с результатом. Теперь у квала будут представлены более продвинутые рецепты и могут появляться необычные зелья. Вот это уже хорошо. Здесь вроде бы как все с вами облазили. Есть еще пару мест, где бы я хотел побывать. Так, что мы тут можем? Так, юг леснодолья. Юг леснодолья. А может быть, я вот сюда хочу. Ага. Посмотреть ворота. Ворота на мосту, похоже, заперты. С другой стороны, сквозь трещину в деревьях, видна большая палатка, стоящая подойди тонких деревьев. С той стороны доносятся еле слышные звуки. Постучать по воротам. Никто не обращает внимания на грохот. Понятно. Двери закрыты. Нас туда не хотят впускать почему-то. Куда я иду, интересно, сейчас, в данный момент. Но почему на этой карте не могли меня отобразить, как красную точку, например, или белую? Да неважно. Лишь бы просто показывать хоть стрелочкой. Так, ну что, летучка? Ты у нас третьего уровня. Думаю, долго люлюкаться мы с тобой здесь не будем. Удар под дых. Оу. Да это вообще нищеброд. Давай. Закрытый удар. Да, быстрым ударом добьем ее, да и все. Че еще будем париться? Излишняя жестокость. Ничего иного я и не ожидал. Поехали далее. Там у нас сундучок какой-то, а? Стоит. С левой стороны. Но до него нам не достать. Так, слизнюк, значит, и паук. Опять же все это салабоны третьего уровня. Ух. Давайте забомбим. Быстрый удар. Оу, паучок готов. Быстро мы его. Ну что, сдаешься? Да я думаю, они в принципе сейчас сдадутся. Давай, Галли, бросай. Отличненько. Так я и думала. Да, мы их победили, но опыта нам очень мало будут за это давать, потому что они очень слабенькие. Так, вот там у нас ворота стоят. Я уже не помню, мы проходили через них или нет. Сейчас проверим. Опять же паук, опять же слизнюк. Оу. Отравление получили. Ну, хотя бы 4 ОЗ тратится за яд. Ну, давай быстрым ударом. Ой, а что я переживаю? Тут они на удар. По крайней мере, Гаррисон с удара валит. Ну, калибре-то, конечно, немножко слабоват. Но добей, Галли. Молодец. Девочка. Ага, тут еще и вторая волна есть. Хорошо, разберемся и со второй волной. Ага, и тучка, и слизнюк опять. Так, быстрый удар. Слушайте, довольно неплохой меч мы с вами одели. Вы видите сами, да? Результат его ударов, это, конечно же, молниеносная смерть. Поэтому, я думаю, враги здесь уже просто не рады, что мы пришли. Как всегда. 260 опыта или 26? 260, по-моему. Так, ну ладно, давайте попробуем сюда вот с вами. Южные врата. Посреди зам... А, ну мы с вами читали. За ней на болотах бушует непогода. Так, ладно, сейчас мы с вами зайдем, посмотрим. Исследуем азона. Оу, что это нам показали? Какие здоровые ворота! Кого они пытались не впустить или не выпустить? В любом случае, я сомневаюсь, что мы их откроем. Пока что, как минимум. Ну да, тут ты прав. Это что, получается, что здесь я ничего сделать не смогу? А я проверю все-таки. Ну, по крайней мере, здесь лежат бочки. С золотом. Колодец какой-то. На колодце объявление. Удача сопутствует тем, кто жертвует достаточно. Бросить 100 золотых. Выбросы эти монеты в колодец и слышите громкий всплеск. Затем из глубин доносится громогласное рычание. Монеты в колодец? Вы серьезно? Вы, наверное, и в сказки верите? Если хотите сделать осмысленное пожертвование, придется поднимать ставки. Продолжить. Ну, давай. На колодце объявление. Ну, понятно. Ого, 500 золотых он захотел. Слушай, братишка, я не знаю, кто ты и что ты. Но столько денег я тебе туда бросать не буду. Даже если бы они у меня были. Так, и здесь у нас тупик. Все. Ничего мы здесь не можем сделать. А если мы сюда поднимемся? Опять скелетики лежат всякие. И ворота эти нам не открыть. Ящик вижу. Давайте заберем. Ничего хорошего в нем не оказалось. И, я так понимаю, мы замыкаем с вами круг. Да. Обошли, по-моему, все. Хотя можно еще разок пробежаться. Знаете, как бывает? Первый раз бежишь, что-то не увидел. Второй раз пробегаешь. Ага, вот, видите? Ящик стоит. Надо его, естественно, открыть. Руда и 5 золотых. Ну что же, я думаю, что все, наверное, здесь нам больше нечего ловить. Я каждый уголок вроде бы обошел. И можно подниматься на поверхность. Сюда, наверное, еще рано нам заходить. Хотя, с другой стороны, зачем они так делают? Если нам здесь нечего делать, зачем вы тогда нас сюда пускаете? Лишний раз сбиваете с пути. Ладно, пойдемте отсюда. Покинуть эту зону? Ну, конечно, покинуть. Куда мы можем еще с вами забежать, а? Наверное, мы все здесь облазили. И пора возвращаться, наверное, в подземелье. Хотя нет, минуточку. Давайте-ка еще кое-куда заглянем. Леснодолье. Так, это у нас городок наш. Рисковый. Здесь у нас стоит пушка, да? Которая нас не пропускает. Да, точно так и есть. К этой пушке нам не подобраться, как минимум, с этого направления. Ну что же, ребята, тогда давайте направляться с вами действительно уже в подземелье. Допройдем его. И, возможно, дальше уже пооткрываются какие-нибудь локации новые. Двери нам откроют. Дадут, может быть, новейшие задания. Потому что все, мы с вами просто бегаем по кругу. А основное задание у нас зависает, висит. Ну что, слюзники, где вы? Ай, вон один, более третьего уровня, 63 хп. Ну, Гаррисон, на удар, как обычно, Малорик. Как говорится, это нам не помеха. Слушайте, а вот здесь вот мы с вами были, я что-то не помню. Вроде бы как заходили. Ну, лишний раз перепроверить не помешает. Заброшенная станция, исследуемая зона. Угу. Вам кажется, что ворота ехидно усмехаются и даже как будто подмигивают. Хе-хе-хе. Ну что же, здесь вроде бы ничего нету. Ладно. Давайте продвигаться дальше. Ну что, Ахламон? Давайте попробуем его накумарить. Ага, он у нас в инвизе. Что еще? Естественно, сделать мы пока ничего ему не можем. Поэтому будем бафаться. Так, давайте-ка сделаем защиту на Галли. Так, кто у нас следующий? Гаррисон. Ты у нас будешь... Парирование, я не знаю. Вытягивание жизни. Нет. Это все как-то не то. Давай вытягивание жизни поставим. И здесь можно... Да ничего нельзя. Делаем просто защитную матрицу. Ну давай, раскрывайся. Там уже упы. Все. Так, поехали. Да-да-да-да-да, конечно. Конечно, родной ты мой. Так, разящий кулак, покори тебя. Черт подери. Ну? Ай, нету ничего. Тогда простой удар под дых. Ну что ты, калибре-то, не смог добить, а? Вот так это делается. Доступен талант охотник заставы. Талант. Это для кого, интересно? Для всех или для кого-то индивидуально? Побежали, побежали. Ага. Вон, ребята, у нас еще есть арена. Кстати, можно ее проверить. Вдруг нас спустят на нее, а? У нас нет выбора. Придется с вами разобраться. Да как с куста этот мотиватор вообще нам не проблема. Жалко, что здесь, знаете, чего нет, ребята? Если вот такие вот слабые враги попадаются, почему мы не можем просто их пробежать? Ну, или как-то там, я не знаю. Или они, чтобы от нас убегали. Почему мы деремся? За них очень дают мало опыта, а времени теряем к уйму просто. Так, награды за бой. Все хорошо. Угу. Толка с арена. Клянусь мечами. Неужто я вижу новых участников арены? Арены? Здесь проводятся поединки? Ну, разумеется. Это же толка с арена. Большинство арен давно отправились в прошлое. Как вышло, что ваше до сих пор существует? Так получилось, что я уважаю прошлое. И пока что никто не взялся меня разубеждать. Я Лика, распорядитель игр. Здесь вас ждет испытание. Сразите как можно больше противников, пока в часах не упадет последняя песчинка. Те, кто выживет, ждут награды и почести. Какие награды? О, не будем забегать так далеко. Мало того, что вы новички на этом острове, так еще я вижу, вам необходимо отточить свои навыки. На этой арене простых испытаний нет. Мне кажется, что вы недооцениваете наш опыт. Вполне возможно, голема, однако вам придется побольше времени провести в наших землях, прежде чем я пропущу вас. Обратитесь к моей охотнице Рахи. Характер у нее непростой, но она поможет вам выбрать добычу, чтобы отточить свои клинки. И, похоже, между вами и охотницей существуют отношения. Это все очень интересно, но на этом я вынужден с вами распрощаться. Очень надеюсь, что вы сюда еще вернетесь. Вот оно как. Ну, ты даешь, братишка. Значит, арена это будет очень крутая вещичка. Надо будет к Рахи сходить к охотнице. Может быть, после этого разговора что-то изменится. Ну, а мы с вами, ребята, направляемся в подземелье. Ну, а проходить уже его будем в следующей серии. А на этом все, ребятушки. Буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И уже увидимся в новой серии. Завалим там басенка одного. И будем продолжать играть. Все. Всем пока. Удачи.